Российская пропаганда. Как она работает? Что она такого делает, что раз вот человеке просто лишается разума, рассудка, да вот с Казахстана берет, едет туда вот в Россию, заключает контракт, ставит свою подпись там, да, берет в руки оружие и идет туда, да, в Украину, воевать, якобы там уничтожать нацистов. Вот что такого делает эта пропаганда российская? Давайте узнаем у журналиста, у человека, который непосредственно берет интервью, общается с военнопленными российскими, да, Золкин, если не ошибаюсь, его фамилия, вот он, я думаю, как никто другой знает, насколько опасна и губительна пропаганда. Всех приветствую, друзья, вы на канале Азмаз Шоу, всем салам алейкум, извините, что вот за такой антураж так уж получилось. Благодарю всех тех, кто поддерживает наш канал, огромный вам рахмет, ребята, хотите стать нашими спонсорами? Номера банковских карт Жусамбанка и Каспи Голда, а также ссылки на систему Патреон и Бусти вы сможете найти в описании под этим видео. Ну что, давайте начнем. Как работает российская пропаганда? Она, понятно, основной мотив это деньги здесь, да, но они же еще сверху присыпают, вот там помочь кому-то, там женщин убивают, там детей. Ну, один сумасшедший недавно говорил, что наши военные, которые зашли в Суджу, в Курскую область, значит, повесили детей в каком-то сарае. Вот они зашли в сарай, а там вот так прям повешенные дети лежат. Я прошу прощения, а нельзя ли было бы какое-нибудь подтверждение этим словам увидеть хотя бы? Ну, хоть какой-то кривой фейк вы слепите, да, чтобы это показать? Потому что, ну, кроме тех фейков, с которых, по-моему, уже смеются даже россияне, ну, что там два как бы украинца заходят к бабушке. А, я видел. Говорят, ей жрусня, типа, кидают ей сухпай, а та, говорит, полдеревни убили, сволочи. А че ж они тебя не убили, раз ты такая вот героиня стоишь, прям им трусишь, что они все сволочи, что победа все равно будет за вами, и они стоят и не знают, что тебе ответить. Полдеревни убили и не знают, что тебе такой героине ответить. Ну, такое, ну, оно такое уже дешевое, оно такое уже тупое, они просто не знают, что слепить, лепят вот это. Так что, на самом деле, поддаваться на российскую пропаганду могут только те люди, которые находятся постоянно под воздействием российского телевизора. Я понимаю, что отключить вы его, конечно, там не можете. Вот, но я предупреждаю о крайне негативных последствиях для каждого, кто его смотрит. Это могут быть и этнические казахи, это могут быть и этнические казахи, которые попадают под влияние россиян, которые его смотрят. Это то, что происходит у вас в стране, и, собственно говоря, это, наверное, и есть глобальный ответ на твой вопрос. Почему казахи едут в Украину воевать? Потому что работает российская пропаганда. Она как бы смягчает эффект, когда человек думает, что он просто едет деньги зарабатывать. Да, он себя может морально осуждать. А когда ему присыпают вот это вот, что он еще едет кого-то защищать, он такой, ну, ну, я же еще что-то хорошее делаю, значит, не только деньги зарабатываю. Так это работает. Ежедневное повторение одной и той же ереси, в которую, в конце концов, человек начинает верить. Вот настолько опасна эта вот Соловина, Киселева, Симоняна и т.д. и т.п. пропаганда здесь в Казахстане. Ведь некоторые граждане наши поехали туда, якобы воевать с нацизмом. Вот чего они смогли добиться уже. Так что не забудьте выключить телевизор. Оставляйте ваши комментарии, давайте пообщаемся. Субтитры сделал DimaTorzok